Привет, подружки! Наш сегодняшний жених пострадал от собственной щедрости. Так мне сказали, ну, у тебя есть возможность попытать его, может быть, у него еще что-нибудь осталось. А бороться с него пришли жертвенная Евгения, бескомпромиссная Виолетта и загадочная Екатерина. Но сначала давайте на жениха посмотрим. Привет, я ценю свою свободу. Сегодня приехал в Золотойск, и мы будем свободны вместе. А это мои друзья Игорь и Денис. Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Я так понимаю, что любая девушка, которая от вас уходит, или с которой расстаетесь вы, по-любому в накладе не остается. А вы щедрый только во время расставания или во время совместной жизни балуете своих возлюбленных? Это вообще мое амплуа. Дарить себя женщинам. Ой, какой вы молодец. А это от того, что у вас так много недвижимости, и ее не жалко? Или потому что, ну, как-то неудобно перед девушкой? Такой характер я так привык преподносить. Ой, какой молодец. Я думаю, прям сегодня Розе, это вот такой бальзам. У тебя длинные волосы вообще как? Не знаю. Пострижем. А что побудило ее, замужняя женщина, вместо того, чтобы печь пироги и делать уроки с ребенком, знакомиться с мужчинами? Я думаю, поиск нового счастья. То есть она искала себе молодого человека, как говорится, без обязательств. Ну, как мужчина тоже говорит. Нужна девушка без обязательств. Да? Ну, вполне вероятно. А потом не любились. А потом не предлагать. Скорее всего, было так, но общение не показывало, что именно меркантильная какая-то стеза об этом была. Конечно, нет. А потом она говорит, ну, Леш, ну мы же уже вроде себя как любовники, хорошо бы уже вместе и жить. Нет, было не иначе. Я когда, скажем так, узнал, ее вторая половина узнала о том, что появился я. И я узнал о том, что он узнал. Соответственно, мне захотелось встретиться и поговорить с этим. Вам захотелось? Ваша была инициатива? Моя инициатива была встретиться с этим мужчиной, пообщаться, да, выяснить все раз и навсегда. И, в принципе, на тот момент я уже мечтал о семье, мне хотелось и дочку, и хотелось бы. И как это ни странно, драки никакой не было, отношения выясняли цивилизованно. Он говорит, Леш, хочешь, господи, забирай. Ну, может быть, в этом. Ну, в общем-то так, и вы забрали. Я забрал. Ну, достойный он на шикалке, я думаю, вот о чем. Да? Нет, конечно, достойный. А сколько ребенку было? Три года на тот момент. Она замучила вас ревностью? Вы знаете, на тот момент только становление карьеры было, и на работе приходилось тоже отдавать немало времени. Я знаю, что такое ресторатор, поэтому... Соответственно, днем и ночью, неделями, естественно, огромная появилась ревность, скажем так, не огромная, а сильная. А она сама-то работала? На периоды, скажем так. Может быть, стоило ее тоже припахать, чтобы было не до ревности, чтобы понимала, что деньги-то с неба не падают? И об этом, и об этом речь тоже шла. А она что? Она говорит, не для того я уходила от своего мужа к тебе, чтобы сейчас прям пойти на работу. Я думаю, что разные мысли посещали ее голову, но она работала так же, почему? А кем работала-то? Она юрист была. Ну, и вот она вас ревновала, ревновала, и доревновалась до чего? Как-то раз, может быть, даже я сам того желаю, я оставил телефон дома и вышел на прогулку с собакой. Так как в ресторанном бизнесе случается так, что очень много общения с людьми. Ну, на тот раз-то вы специально оставили телефон, чтобы она прочитала сообщения? Может быть. А что там было в том сообщении? Там одна из коллег прислала какое-то милое поздравление. С каким-то праздником, на тот момент. Это была зима, может быть, даже ее сождеством. И вот она прочитала и разбила вам об голову телефон? Возникла дикая ссора. Об голову телефон? Разбивала телефон, были слезы. Но на тот момент я уже понимал, что... Не любите ее? Может быть, и так. И уехал. Уехали? Куда? Домой, к родителям. А ей оставили квартиру? Ну, не мое, как бы, делить с девушкой. Мне же у них не нравится, говорю сразу. Мне же у них тоже. А квартира чья? Ее или ваше? Ну, совместно нажитое имущество наше. Ну, что, хотите сказать, что она тоже вкладывалась? Ну, какие-то, естественно. То есть я не могу позволить себе сказать, что я один. Нет, мы, поэтому как бы... Нет, деньгами она вкладывалась в квартиру или чем? Деньгами, средствами, скажем, финансовыми средствами. Ну, так а почему вы даже взяли бы свою долю? Я не мог себе позволить этого. Ну, потому что она женщина с ребенком, а я... Молодец, потому что ответственность, потому что выдернули из семьи, потому что действительно... Вот это первая мысль, которая была. Да, потому что семью разрушили, вы оба вдвоем, это она искала приключения на свою голову, она нашла эти приключения. Поэтому, я думаю, многие женщины, которые сейчас смотрят, понимают, о чем мы говорим. Так что за все приходится платить в этой жизни. Вы поступили благородно. Спасибо. Квартиру он, да, вставил? Ну, молодец. А со второй девушкой, которой вы подарили машину, что там была за история? Это был... Мы познакомились в институте, изучали психологию. В принципе, вот последнее высшее образование, которое у меня сейчас заинтересован. Сложились очень теплые отношения, и на тот момент, когда мы познакомились, уже... Ну, очень хотелось семьи. Было невероятное желание создать очаг. Тот... Первый раз в жизни, на самом деле, у вас было вот так сознательно, не то, чтобы... Это не первый раз в жизни, но это та девушка, которой я наконец-то сделал предложение. Ну, как же, вы же были женаты уже вот на... Гражданские браки. А, так с ребенком 4 года вы просто брожили, вы официально не были с ней женаты? Я специально не с кем не был женат. А-а-а... Ну, вот по подквартиру у меня что-то масса вопросов возникает. Чьи деньги? Может, это ее деньги были, а он так тот жест, хороший, красивый делает. Я все и оставлю. Ну, нет, я все-таки склонна людям верить. Алексей, и... А вот по этой очень запутанной истории с машиной, с милицией, расскажите, как там было вкратце. А женился, да? Ну, мы как раз, когда я сделал предложение, многие вещи, аспекты нашей жизни, мы уже на тот момент жили вместе, переменились. И эмоционально просто выключило друг от друга. Если мы раньше могли там вместе убираться, готовить еду в какие-то... И это делать с большим удовольствием. Это не то, что с большим удовольствием. Это невозможно было делать врозь. Вот так это было. А как вы считаете, что произошло через какое-то время? Я думаю, выключило эмоции от того, что уже завоеван, как бы, что ли. Возвращение завоеван. Возвращение завоеван. Поставлены определенные точки и многоточи. То есть она уже стала вести себя, как жена из плохого фильма, да? Она хотела то работать, то не работать, то посвятить себя одному хобби, другому. О, ну как тебе вообще? Не пойму пока. Вас-то надолго в этих отношениях хватило? Мы прожили два года, но кончилось все очень... Некрасиво. Очень некрасиво, да. На тот момент я приехал домой, и мне хотелось еще как-то восстановить, может быть, те отношения, которые были. И вы ей купили машину. Мы ей купили машину. А кредит взяли на себя, естественно? Кредит я взял не на себя. Кредит был оформлен на нее, но, собственно, ее инициатива, ее покупка, я только помогал... Выплачивать? Доплачивал, доплачивал. В собственности и ее собственности? В ее собственности и ее кредит. Ну, выплачивались деньги вновь. Соответственно, далее, как бы, мы пришли к тому, чего мы пришли. Ну, что скажешь? Я не могу пока. Мне кажется, во-первых, слишком запутанная какая-то история. Есть подводные камни. Честно. А дальше-то что было? Откуда милиция вдруг образовалась? Вообще, почему такая... Это вообще страшная история, которая... Так расскажите. Да, я приезжаю домой, мне захотелось выйти в магазин, я кулинарил, как обычно, и не смог попасть обратно в квартиру. Ну, собственно, дверь была уже закрыта. А эта квартира на этот раз была чья? Ее. Мы там просто жили, существовали, да. И, собственно... Вызвали на меня милицию, потому что я пытался как-то попасть домой, не мог ставить ключ, вызвали милицию. То есть ни с того, ни с сего, вот просто... Ну, на то... Все ушло в обычном режиме. Вы купили машину, стали поручителем, выплачивали кредит. И вдруг однажды приходите, а ключ в дверь неставляете. Нет, мы же уже вели о том речь, что после того, как все произошло с предложением, наши отношения начали рушиться. А не по-моему, ты прожили вместе. Значит, я считаю, что он должен был служить, значит, так вот. Что непонятно вообще. И она вызывает полицию. Полиция приезжает и говорит, слушай, ты что здесь делаешь? Ты кто? Ну, собственно, так и было. А вы говорите, у меня там документы, я ее, типа, сожитель. Я пытался всячески объяснить, но меня погрузили в УАЗик. И в итоге соседи просто подтвердили, что я уже второй год здесь живу, веду здесь быт, хожу в магазины, общаюсь с людьми. Соответственно, кое-как, но вырулилась ситуация в какую-то нормальную... То есть она уже вернула вам в лицо ваши документы и сказала... Не сразу, это было на следующий день. Я в итоге так и не попал в этот день в квартиру. А потом она сказала, так, значит, средняя квартирка в Москве стоит в месяц 30 тысяч. Умножил на 24 месяца и сказал, ты мне должен 740 тысяч, да? И плюс еще кредит за машину. Плюс еще кредит за машину. А что, говорит, ты пользовался моим белым телом? За даром, что ли? Ну и, собственно, скидкой документов юристов мамами и детьми приехали домой. И скидочки никакой вам, да? К сожалению. За любовь. Вот, девочки, я точно так же, я точно так же ухожу и просто без всяких объяснений. Ну не просто сейчас тебе такое зеркало доставлю. Да. Значит, и что у нас получается, Алексей? Значит, ничего у нас нет? Квартира нет, машина нет, денег. Один мотоцикл у меня сегодняшний момент. Ну вы знаете, когда ты с женщиной договорился о том, что вы будете жить счастливо и долго и вместе, и женитесь, потом вы уезжаете куда-то на мотоцикле, потому что вам показалось, что уже чувства охладели, и уже как-то жениться не очень хочется. Нужно просто сесть и сказать, любимый, так получилось, правда, еще вот до сегодняшнего утра думал, что смогу с тобой рука об руку вот так через всю жизнь, вот не хочу тебя обманывать, я не понимаю, можно я сейчас куда-то съезжу, или ты, давай расстанемся, или расстанемся навсегда, ну, прости меня, пожалуйста. Ну, что-то, что-то нужно сказать. Когда вы просто исчезаете, представляете, сколько у него фантазии в голове? Она вас, наверное, похоронила, она вас искала по больницам, но по-другому быть не может просто. И вот тут вы нарисовываетесь. Конечно, она вам стила, конечно, ее злость захлестнула, я так думаю. И в первом случае, наверное, она думала, ну как, четыре года вместе квартиру купили, из семьи вытащила, а предложение все время все не делает и не делает. Вот уже ребенок пошел в школу. Понимаете, если вы сказали «а», нужно говорить «б». На самом деле он, конечно, пытался показаться таким мягеньким и пушистеньким, а по факту тот еще диктатор. Конечно, вам, наверное, хочется вот это «вперед», к звездам, а тут и нравится вроде женщина, и вроде какая-то обуза. А вам хочется совершенствоваться, а вам хочется познавать что-то новое. Женщина – это ответственность. В общем, не обещайте деве юной, ладно, если вы не созрели. А вот по поводу девы-то юной, я вас правильно поняла, вам нужна мягкая стерва? Ну, это некий формат продвинутой девушки, которая не будет, собственно, как-то будет себя проявлять, не будет скромной, ну, яркой, то есть, но в то же время близкой и родной. Это кто вам так испортил уже в 31 год представление о женщинах? Как она может быть стервой и при этом близкой и родной? Стерва – это разрушительница, это беспринципная женщина, которая идет по трупам, питается падалью, для которой совершенно безразлично увезти мужа у родной, собственной подруги, не знаю, у мамы, мужа. Это просто дрянь. Вот вам нужна дрянь, которая будет вам родной. И это легче легкого. Которая оберегать будет, почему нет? Девочки, ну я-то не дрянь. Да, дрянь. Ну, это же, кстати, не он сказал, что ему нужна дрянь. Лариса, не переубедишь, потому что это от рождения. У Алексея несколько планет в знаке Стрельца, он быстро загорается, он быстро увлекается, и каждая новая женщина его, в общем, манит силой больше, чем предыдущий. И при этом Луна в деве, вы достаточно критичный, вы жесткий человек. Не хочу сказать, что жестокосердный, но я, например, подруге вас рекомендовала бы с большой опаской, потому что вы, серьезно, абсолютно, вы способны и в отношениях быть жестким. Мужчина, который не спешит жениться, который не спешит развивать отношения. Сволочь, короче. Как это называется? Вот скажи, пожалуйста, мужчина, который хочет стерву, он сам стервятник? Вот как тебе кажется? Да, но они все падальщики, значит, похоже. Мне кажется, что слова про стерву я бы не воспринимала всерьез. Ты знаешь, работает обратная зеркальная история. Как у нас все же женщины, все девушки хотят себе сильного матча, который бил бы кулаком по столу, мужчина говорит, хочу стерву. За этим кроется просто желание найти самостоятельного сильного человека, который со всеми окружающими будет злым, а с тобой будет добреньким. Да, да, да. Но так же не случается никогда? Конечно, нет. Через несколько минут у нашего жениха состоится первое свидание, не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Алексей. Встречайте первую невесту. Удачи. Привет, Леша. Рада с тобой познакомиться. Я надеюсь, наше знакомство будет продолжительным. Я даже надеюсь. Это вам. Спасибо. 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 Проходите. Евгения, 30 лет. Стилист-парикмахер. Пишет музыку, рисует и много путешествует. Гордится своим садом с баней. Мечтает совершить полет на воздушном шаре, предупреждаясь, что в ее доме должен жить кот. Евгения не могла найти в себе силы сказать мужу, что разлюбила его, до тех пор, пока не узнала, что у него появилась любовница. Надеется, что Алексей будет с ней честен. Женя, почему так боялись признаться мужу в том, что разлюбили? Боялись расправы? Расскажите историю знакомства. Я очень много слышала истории о нем, истории всяких разных, связанных с ним. Мне просто интересно было на него посмотреть. Вы его нашли? Я его нашла, да. Я поехала, я начала ему писать. Он сначала игнорировал меня. Он что был в прошлом? Рок-звезда, известный хирург на всю область, какой-то замечательный человек, который устал от общения и от назойливых девиц молодых. Ничего вдруг. Он не понимал. Либо он обалдел, что он обычный парень, инвалид. И вдруг какая-то девушка звонит, пишет, захотела приедать. Он не понимал, что мне нужно от него. Может, сумасшедшая какая-нибудь? Вы поехали к нему и познакомились? Да, я поехала к нему, мы познакомились. Потом он приезжал ко мне, потом снова я поехала. То есть можно сказать, что вы его прямо вот взяли, так сказать, в оборону? Взяла, да, в оборону, да. Через сколько вы уже решили, что вам хорошо вместе? Мы стали жить вместе, буквально через несколько наших свиданий жить. Встали в квартире его братом, и потом через 3 месяца мы поженились. А он вам, брат, предоставил квартиру для проживания? Да, просто... Просто взял и сказал, живите, ребят, да? Ну, пока да, пока брат отсутствовал, мы жили там. Хороший брат, в общем-то, сразу же. Ей не нравилось, да? Было где жить. А вот в чем выражалась вот его такая чрезмерная навязчивость, вот такая вот забота, в которой вы просто уже задыхались? В один миг я ощутила себя героем из мультика «Нехачуха», великий «Нехачуха», который лежал на диване, открывал рот, а ему просто ложками запихивали туда еду. И все за него делали. Вот у меня реально было такое ощущение. Дело даже не в том, что он вам все время ложечкой там кормил. А вы могли встречаться с подругами без него? Он всегда был со мной, практически всегда. Вот. Было, может быть, пару раз, когда я уходила на день рождения к подруге одна. И я испытывала нереальный кайф, что его рядом нет. И я поняла, что я стала уставать. Да, она его раслюбила, наверное. Вы перестали сначала с ним спать. Да. А на что он вам сказал? Если у нас не будет секса, я найду себе другое. Да. И в глубине души я говорила, уходи, найди, только уйди сам. Ну, я не могла сама это сделать. Ну, полтора года это смешно. Он Алексеевич четыре с половиной года прожил. И ничего. Что-то должно быть, что вас отвратило от него, понимаете? Скажите. Возможно, наша интимная жизнь была настолько разнообразна, как мне бы этого хотелось. Но он недолго горевал, что вы расстались. Он нашел себе быстренько, да, замену? Быстро, очень быстро, да. Но мы были в браке. Вы были в браке? Мы были в браке, да. И когда я узнала, что у него есть другая женщина, эта женщина была моя дальняя родственница, и, конечно, я почувствовала факт измены, факт предательства на своей шкуре. Мне было обидно, но тем самым я была благодарна. Какое это было предательство? Что за мое пьё? Вы отлучили его от себя, вы его не любили, вы вместе с ним не спали, вы мечтали о том, чтобы он кого-нибудь себе нашел, вы его предали. Сначала его как игрушку нашли, женили на себе, а потом вы же его и предали. Я согласна, да. Но есть человеческий фактор. Женечка, сделали вывод какой-нибудь, да? Понимаете, что мы отвечаем за всех, кто рядом? Отвечаем, да. Вот теперь, прежде чем что-то сделать, 10 раз нужно подумать? Правда ведь? Кто-то вообще просто хочет выйти замуж и счастливо долго жить, скажем так, с этим человеком. Ну, как и я, понимаешь, не разминиваться, да, по мелочам, жить один раз, выйти замуж один раз навсегда. Да. Сейчас перед вами Алексей, вы практически ровесники, вы слушали его историю, как он вам? Ну, меня впечатлили его поступки в плане, действительно, мужские поступки, когда мужчина, если уходит, или, не важно, женщина уходит, они расстаются, мужчина не начинает дележку имущества. Только, Евгения, до вас ничего не дошло, понимаете? Все раздано тем женщинам. Вы готовы взять мужчину без ничего? И вместе строить, уже на вашу право территорию? У меня был мужчина без ничего. А? У меня был мужчина без ничего. Не, не, ну здорово, я только рада была, если вы его без ничего берете. Знаете, таких желающих на все готовое очень много, но общая семья строится из совместного вклада. Я, послушайте, вы меня слышите? Слышу. Слышу. Готова, она сказала, готова, что ты ее пытаешь? Нет, нет, но при этом она говорит, что мужчина, нет, но мне нужно, чтобы обувь что-то вложили. Правильно я поняла вас? Нет, 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 Росс. Я тебе скажу так, Евгений из тех, кто создает себе сложности в течение жизни. Мне кажется, это произвано впечатление, конечно, на Алексея никакого. Вы готовы бороться, вы готовы преодолевать сложности, но как только человек готов преодолевать сложности, почему-то, оп, жизнь ему эти сложности подкидывает, как будто мы сами их ищем. Поэтому, с одной стороны, в вашей фразе о том, что вы готовы взять мужчину без ничего, есть, ну, что-то замечательное, что-то вдохновляющее, а с другой стороны, есть и опасное для вас. Говорите, готовы взять без ничего, скорее всего, такого и возьмете. Вы едете в Екатеринбург? Я ни разу там не был, я бы съездил. Нет, не я бы съездил, а у вас есть там, где жить? То есть, ваше жилье? Родителей. А, тогда нет. А вы где здесь живете сейчас? В Москве. То есть, вы москвичи, живете с родителями? Живу с мамой. С маменькой. А куда приведете-то девушку, если? Сниму квартиру. Вот и все, весь мир снимает. Ну, я сама здесь снимаю квартиру, не есть где-то. А, да, ну сейчас здесь. Конечно. А я думала, вы не местные, что вы оттуда. Ну, тогда не страшно. Тогда давайте посмотрим сюрприз. Пожалуйста. Леша. Я думаю, присаживаться, да? Присаживайся, дорогой. Ты устал после работы? Да. Вот отдохни. Расслабься. Сейчас я тебе приготовлю чудодейственное средство, которое сними твою усталость. Расслабит. Валерьянка. Попробуй. Это чудесный напиток. Попробуем. А я тебе пока сделаю массаж. Можешь закрыть глаз. То есть все, о чем можно мечтать. Конечно. Люблю себя. Ничто не заменит самые теплые и нежные объятия. Спасибо большое. Отправляйтесь в свою комнату. Ну что, Жень, волновалась? Ой. Надо послушать, что про тебя сейчас скажет. Я пойду гляну, что она там им накапала-то. Не говори. Почему-то я не боюсь совершенно. Мне кажется, что это настойка пустырника по этикетке. Ну я так и знала. Конечно. Пустырник. Ты подзаливаешь? Так оно и есть. Это чтобы он сейчас уснул, Роза, для других невест. Это очень умно. Да, очень умно. Да, да, да. Ну порой не хватает такой заборной. Да. Хорошо. И пледиком укроет. Понятно, понятно. Я не знаю, мужчина, согласитесь со мной или нет. Мне кажется, как женщину, так и мужчину, половина, которая вам безразлична, которую вы не любите, может достать своей любовью и опекой. Может. Да. Но это только в том случае, когда не любишь. Вот я думаю, что Евгения задолго разлюбила и поняла свою ошибку, что ей не нужны эти отношения. А он хотел что-то сделать для нее, потому так опекал, потому так следил, смотрел, любил, был всегда рядом, пытался угодить. Или боялся потерять. Конечно, боялся потерять, поэтому и угождал. Мне кажется, он до сих пор под впечатлениями Женя ушла обратно в кресло, в твои объятия. Но обниматься мне понравилось. О, но это уже хорошо. Если бы меня сейчас почесали вот такой вот длинной ручкой, накапливали бы мне пустырник, а потом бы приобняли, да еще и свинцом и в пледе, я бы сказала, твоя навеки, Петя. Понимаете? Ну, были такие эмоции, но... Ну, она хороша, она очень хорошо выглядит. Ну, конечно, ты сам говоришь, паспорт-то, куда же его, не съешь? А вы, чужой... 35 лет, жизнь только начинается. Вот каждая подойдет, а вы пьете все, что вам предлагают. Ну, если... Даже не посмотрев на упаковку. Ты живешь такой красивой девушкой. Хоть яд, правда? Да. Эх, вы мужчины. Да, она огневая в жизни, задорная, бойкая. Вот примерно тот тип женщин, который вас поначалу цепляет. Здесь она была гораздо более вальяжной, спокойной, да и говорили мы про очень серьезную историю, где особенно не повеселишься. В жизни она более раскрепощенная и более бойкая. Ну, а то, что она умеет тяготы переживать и лишения, ну, по крайней мере, до определенного момента, вы уже тоже поняли. Я считаю, что эта история была ее большим уроком и ее большой бедой. С одной стороны, влеклась, влюбилась, с другой стороны, потом не знала, что делать с остывшими чувствами. Хотелось бы так думать. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут вторая невеста будет бороться за сердце нашего жениха. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся», у нас в гостях Алексей. Встречайте вторую невесту. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Меня зовут Виолетта. Очень приятно. Мне приятно очень с тобой познакомиться. Я услышала, что ты мечтаешь о дочке. У меня уже есть дочка, но я не против второй, третьей и четвертой. А там посмотрим. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Виолетта. Виолетта. 30 лет. Дизайнер украшений. Воспитывает дочь, гордится квартирой на Красной площади и обеспеченными родителями. Мечтает открыть шоу-рум. Признается, что часто витает в облаках и не всегда отвечает на телефонные звонки. Узнав о беременности Виолетты, ее избранник сразу же сделал ей предложение, но был жестко отвергнут. Надеется, что Алексей будет достоин звания отца ее ребенка. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне слово? Можно мне слово? Конечно. Я бы хотела в честь весны, в честь того, что вы такие прекрасные, красивые, сделать вам... АПЛОДИСМЕНТЫ Неужели это то, о чем я думаю? Да, это то, о чем вы думаете? Какая красота. Боже, Боже, Боже. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне будет приятно. Потрясающе. Спасибо. Спасибо. Это действительно очень приятно. Виолетта, дорогая, чем же вам не угодил отец вашего ребенка, чтобы вы не вышли из него замуж? А ребенка оставили? Дело в том, что я когда переехала в Москву, я начала с ним встречаться. А откуда вы приехали? Вообще я. Вернилась или откуда я приехала? Я ездила туда сюда. Сейчас я Розу убью сначала, что она ее шуршит, а потом... Это как только ей дарит конфеты, при том она хочет очень тихо их открывать, и поэтому делает это долго. Но шуршит все равно. Бывает иногда и меня уж сразу. Да, до тебя очередь не дошла. А откуда вы приехали? Откуда у вас квартира на Красной площади? Даже у Розы там нет. Это, конечно, это главное сказано, что на Красной площади, да? Ну, я жила... Вообще, я родилась в городе Грозно, мне хочется двигаться, развиваться. У меня растет дочка, да, это уже не секрет. И мне захотелось все-таки перебраться в центр, там, где больше движения, там, где я смогу... Загазованная там. Да, мы купили квартиру. Да, мы купили квартиру. Родители купили квартиру. Прямо вот вам. Ну, вообще да. Ну, пусть смотрим на вторую невесту. Такая руссконародная девочка. Вступили в эти отношения с мужчиной? Да, но я была на них отношения. И чувств было достаточно для того, чтобы разделить с ним постель. Но недостаточно для того, чтобы ему родить. Ну, почему? Мужчине. Ну, тогда объясните, Виолетта. Когда я переехала сюда, я была здесь одна. У меня не было ни подруг, ни знакомых, никого. Поэтому вы за Булдыгу на вокзале нашли, говорит, погрей меня, Вась. Да, погрей меня, побудь со мной. Потому что квартира есть на Красной площади, но квартира же, она же не согреет. Ты, Вась, не батарея. Да. И вот вас в коморку свою, в бытовку привел? Нет, я приехала к себе абсолютно, в свою квартиру. Это я не знаю, где он жил. Каждому хочется малость погреться, будь ты хоть хома, хоть тля. Вот, поэтому вы погрелись, забеременели. Пригрела, так сказать. Забеременела, родила ребенка. Нет, ого, это еще 9 месяцев аж целых ходили. Он узнал о том, что вы забеременели? Да. Обрадовался? Вообще да. Говорит, выходи за меня, Виолетта. А вы, говорит, ага, спешу и падаю. Нет, скажем так, что прямо такого, что выходи за меня. Он знал, что я не готова выйти за него. Значит, ребенка готовы были родить от него, а замуж пойти не готовы. Причину, вот назовите. Не любви. Не любви. Он вам был лет-то, когда забеременели? 26. Ну, 26 уже, в общем-то, ребенка хотелось, потому что понимали, что пора. Мне ребенка уже хотелось. Мне один адекватный мужчина, даже если он по социальному положению много у вас ниже, ему удобно с вами иногда зажигать в вашей квартире. Не хочет быть донором. Нет, не будет жить женщина, которая ему говорит, я тебя не люблю, замуж, за тебя никогда не выдаю. А мы не жили вместе. Понимаете, тогда вы скажите, он просто донором оказался. Тогда нужно было от него скрыть, чтобы от него забеременели, чтобы человек не жил с этой мукой. Он знает, что у него есть ребенок, вы в графе рождения поставили прочерк, вы не имели права, потому что он такой же человек, как и вы. У него есть сердце, у него есть душа, у него есть родственники. Но он ничего не сделал для этого ребенка. Он даже не пришел на роды. А вы хотели, что он пришел? Конечно, я хотела. Когда уже дело подошло к родам, я как-то перестроилась, видимо, и мне всего этого захотелось. Вы его поражали на роде? Да, конечно, я звонила, говорю, я рожаю, летит. А до этого вы ему сказали, я беременная, но я тебя не люблю, пошел вон. Вот он ушел. Они даже с чем-то похожи, кстати. Они похожи. Они реально похожи, чем, слушай. А когда люди, да, похожи, они будут по характеру тоже интересным пообщаться. Виолеточка, милая, я никого не осуждаю, я не судья, не имею никакого права, просто хочу знать причину. Не любили. Не любила. Ну тогда и не нужно на него вешать, на мужчину. Мужчина, человек. Ну как можно? Я прекрасно это понимала. Я вас обидела, Виолетта, чем он вас обидел? Я понимаю прекрасно, что не в нелюбви до конца причина, а прочерки и что-то еще. Вот что-то вас заставило отказаться от него. Послушай, человек тебе говорит, не любила, не хотела. А сейчас общается вообще отец с ребенком? Нет. Я родила, мы разошлись, и его нет. То есть, ну ему никто не запрещает общаться. В качестве кого? Ну сейчас уже, конечно, не в качестве папы. Понимаете? Да. Очень внимательно ее слушают. Он в то же время хитрый очень. У него глаза хитрые. А вот вы в анкете написали, что вы девушка-космос. Это что такое, как Агузарова, что ли? Да нет. Вообще не я писала про космос. Я просто бываю, что нестандартно могу мыслить, да, не до конца могу выразить свои мысли. То есть, я, например, хочу что-то одно сказать, а говорю совершенно другое, и меня понимают неправильно. Девочки, посмотрите, у нее какой взгляд. Хипричница. Не искренне, да. Виолетта, нельзя надругаться над чувствами другого человека, неважно, кто он, и жить в обычном режиме, в прежнем режиме, потому что это вернется. Вы должны довыяснить с этим мужчиной, довыяснить отношения. Потому что девчонка, которая у вас растет, она должна видеть другое отношение к людям и к мужчинам. Виолетта, потому что вы мне нравитесь, и я не хочу с вами в таком настроении расставаться. Хорошо? Как-то и подарки красивые такие. Покажите сюрприз, и нам тоже понравитесь. Я хочу сказать, что ты прекрасно выглядишь, да, но мне, так как я дизайнер, и хочу усовершенствоваться не только в украшениях, но и в одежде, я предлагаю поэкспериментировать немножечко. Давай попробуем. Я прошу тебя встать сюда. Так, я сейчас буду прикасаться до твоих волос. Соберем тебе немножечко. На Юру Гальцева похож. Мангог. Вы симпатичные. Интересно. Опа. Ими, Леонид. Какой-то он жуан какой-то сразу. Неинтересно. И еще я бы тоже хотела преподнести такой вот сувенир, да, он тоже сделан моими руками, с любовью. Это все равно на какой руке, да? На другой? На какой руке все равно? Ну, вообще нет, на какой любишь. Вот и первый браслетик за счет. И теперь я бы хотела предложить пройтись вот так вокруг, по подиуму. Хорошо. Да, мы бы как бы представляем, что мы вышли в свет. Все, спасибо большое. Спасибо тебе. Браво, браво, браво. Какая вы выдумщица. Девчонки, забирайте цветы невесты. Спасибо вам, Виолетта, огромное за все. Ну что, как ты? Да неплохо. Да неплохо. Вроде хорошо. Вот такая невеста у нас. Да. Как она вам? Дениса Игорь? Не знаю, на самом деле очень сложная ситуация у них. Ну, а допустим, если ей также надоест Алексей, и там у них будет совместный ребенок. Алексей останется сбоку где-нибудь. Мне тоже кажется неверным принимать решение одной, когда речь идет о чем-то совместном. А ребенок это даже не квартира и не машина, понимаете? Меня тоже это очень напрягло. Но есть категория женщин, которые считают, что они всегда правы. Они привыкли брать, добиваться своего. Вот она такая. Если вам нравится, если ничего не боитесь, то во всем остальном прекрасная. Говорит, что очень изменилось после рождения ребенка. Ну, посмотрим. Выбираем. Воочию вижу, вот как можно мужчину, казалось бы, еще ничего, шляпа, шарф. И вы так классно смотритесь вообще. Вместе или отдельно? И вместе нормально. А то, что смотритесь, вы классно однозначно. Чего? Считаетесь. Хорошо. В ней есть стать, в ней есть силы, харизма, и даже, я скажу так, наглость есть. Нужное вам. Вот то, чего вы в женщинах ждете, то, что вас цепляет. Поначалу, по крайней мере, цепляет. Тут дело не в том, что она малоэмоциональна, например, или не прислушивается к другим. Восходящий огненный Юпитер. Себя несет ярко, себя всегда будет ценить выше других, видеть всегда себя и свои чувства. Возможно, так воспитали родители. Но я думаю, что нужен мужчина, который будет достаточно стойким, чтобы ее, чтобы это перенести, и одновременно достаточно любящим, чтобы ее поддерживать в этом убеждении. Встречайте третью невесту. Леша, привет! Я Катя. Надеюсь, мы будем с тобой дружить. Надеюсь. Это тебе. Спасибо. Ты любишь обниматься, и я тоже люблю обниматься. Поэтому давай я тебя обниму. Подружки для начала. Спасибо. Екатерина. Они сумеют договориться. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот у нас весна. Мне так хотелось сделать вам что-то приятное. И вот подарю вам такие красивые маленькие букетики. Спасибо. Удалось сделать приятно. Это говорит о том, что это от всего сердца. Спасибо большое. Еще говорит, что у вас хороший вкус. Ой, спасибо огромное. Таким красивым женщинам надо каждый день дарить цветы. А почему у Ларисы две божьи коровки? Вы хотите напустить ей в сад больше? В сад? Мне кажется, одна божья коровка уже улетела просто. Там тоже две божьи коровки. Нет, просто я важнее. Я здесь главная. Поэтому по одной у меня две. А это что за ватрушка? Ватрушка это... Для жениха? Для жениха. Ой, молодец какая. Для жениха. Он постный. Я держу пост. Я вообще... Вот. Он с грибами. Но я здесь-то поделюсь с нами. Потому что мы такие голодные. Сами есть хотим. Я, конечно, работаю в индустрии красоты. И видно, что девушка очень ухоженная. Но губы очень большие. Она ненатуральная вся. Ну да. А где познакомились с ним? В хорошем ресторане. Да, у него была... Он мне дал записку там через официанта. Написал то, что вы мне понравились. Я бы хотела с вами познакомиться. А почему же ему понравилась такая девушка? Яркая, черепа. Не знаю, чем я понравилась. Почему не скромница? Которая тоже на спортивный костюм. Вот я тоже вот не представляю. Говорят, ты меня полюбил такой. Почему ты думаешь, что я сейчас буду одевать... Скажите, что зацепили. Какие-то халаты там? Может быть, ему просто не нравились черепа. А им мне не нравятся. Вот моя дочка носит куртки с черепами. Меня это раздражает. Но я уже сейчас смирилась. Но я не думаю, что вы из-за этого с ним расстались. Ну нет, это все банально на самом деле. Были какие-то просто моменты. Но мы просто подустали уже друг от друга. Я поняла, что я хочу уже оденеть. Ну губы девочки правда ужасные. Вот я на самом деле мечтаю иногда увеличить губы. Но посмотреть на такое... Сколько вы были вместе с ним? Мы полтора года. Год мы где-то жили вместе. Через четыре месяца я переехала к нему. Мы начали вместе жить. Ну то есть банально там, допустим, я говорю, давай возьмем там рыбу будем кушать, да, сегодня на ужин просто в банальном магазине. Нет, мы будем свинину. То есть мы как бы все делаем, потому что как он кушает. А вы свинину не едите? Ну я свинину как бы просто не люблю мясо кушать вообще. То есть банально такие вещи, которые он знает, потому что я не люблю мясо. Он все равно там приволохнет ее там. А вы сами умеете готовить? Да, умею, хорошо готовлю. А за что он замахнулся на вас? Ну были обстоятельства, то что он пришел домой как бы, ну вне настроения. И начался какой-то театр абсурда просто. Я просто ушла в ванну, когда он начинал там уже вламывать дверь, я поняла. Ну да, в неадекватном состоянии и все. Вот такая, видно, какая-то прожженная московская тусовщица. Ей не нужен домашний муж, который будет сидеть и ее встречать с пирогами там. А квартира в Москве у вас есть? Нет, я снимаю. У меня хорошая, просторная квартира. Правильно, пусть муж это. Ну естественно, квартиру это... Я вообще-то хочу жить не в квартире, а в доме. Значит и муж нужен с домом. А у нас вообще нет. А вас не смущает, что Алексей все роздал? Первую девушку в квартиру, вторую машину. Ну, если честно, он придет в вашу съемную, в просторную. Ко мне, да? У меня там съема собачка есть, она кусается безумно. Катюш, ну а как вы хотели-то, а где ему жить-то? Или как вы будете встречаться-то? А где он сейчас живет, кстати? Дома с мамой. С мамой. С мамой живет 31 год. Я просто не понимаю, как я к себе мужчину еще привезу домой. Это как-то неправильно. Ну то есть не о таком мечтаете? Ну нет, если мужчина в 30 лет ничего не достиг, то он либо два варианта. Либо дурак, либо лодер. Просто у меня такие варианты. Я больше не понимаю. А если, например, он достиг, но раздал? Раздал? Значит дурак. Значит дурак. Ну она еще молоденькая, мне кажется. Она еще, там одна история в ее жизни, которая была, она еще совершенно ни о чем не говорит. Она еще такая так... Ну 25 лет все равно. Вот я представляю, как вы, вот студентка, вот такая, приходите в университет. Что там творится с преподавательским составом? Да? С методом. С преподом просто. Почему? Нет, ну потому что, как тут, когда я был, мы такие все ходили, задроты. 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 Понимаешь? Мы совершенно выглядели по-другому. Вот мне сейчас трудно представить. Не, ну там так же, как бы, все хорошо ухаживают с собой, как бы, ну... Естественно, у меня нет такого крема, как сейчас. А кто вы будете в профессии, когда закончите университет? Политологов. Если что, мы придем к вам, скажем, Кать, помните, вы у нас были, пожалуйста, вы не могли бы там вот что-то... Помогите, там какие-то вопросы. Поэтому мы вас не будем сильно мучить, не будем вас сейчас, скажем о вас, только самые добрые слова. Ну, Кать, вы тоже нас сейчас сфотографируйте внутренне, окей? Ну, естественно. Сюрприз, покажите. Выглядит потрясающе. Ну, хотелось бы узнать, что там внутри. Хотелось бы вообще попробовать. Хотелось бы, да. Давай, режь. Давайте, режь. Режь. То есть вы сейчас, наверное, еще какой-то у вас сюрприз есть для жениха. Что вы будете делать? Мы спо... Я спою песню. Вы будете петь, а мы будем есть. Да. Счастье, счастье. Вот она, хлеб и зрелище. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Най-най, гитара мается, а я на пару смей. Най-най, душа печалится, а я на пару смей. А я живу красивая, как я хочу. АПЛОДИСМЕНТЫ Не успели. Мастериса, можешь ты сейчас, я такой пирог пробую, первый раз в жизни. Да? Попросить девочек уйти в свою комнату. Девчонки, спасибо большое за... А прогноз-то, какой у меня там? А я все скажу уже потом, когда вы исчезнете за дверью. Ну ладно, мы пошли. Спасибо. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какой у меня там? Мне очень понравилась невеста. Все. Красавица, глаз не оторвать. Приготовила изумительный пирог. Спила, ну сами видели. А как выглядит? Ну, ребят. Ой, Катенька. Пирог с грибами. Да что это? Ну просто для нас. А вам как? А я вот честно сказать, сейчас больше думаю о будущем российской политологии. АПЛОДИСМЕНТЫ Представляете, она приедет, вот такая блондинка, красавица на переговоры в Америку. Да, и пусть все равно нам завидуют. Да еще бы, о чем вы говорите? Они умрут просто сразу, они то что позавидуют. А еще она с пирогом так зайдет. Лай-лай. Лай-лай. И с монологом, диалога не будет. Не мое, мне нужно такое, ты знаешь, чтобы прям взял Катька. Не было, да? И все, да. Чтобы вот прям вот прям цокнуло у меня в сердечке. А вот здесь вот не произошло, не цокнуло, да. Роза, ну говори. А че Ио, Энджи, Бо, Класса, Бо, Класса. Какая ты злая. Чему злая? Мне это нравится. Василис. Прекрасная девушка-политолог. Ну что ты, Роза? Ну какие вы все. Ну что? У нее гороскопом управляет Венера в седьмом доме в Тельце. Она чувствует, что она сама, это есть ходячая красота, ходячая любовь. И уже готовое удовольствие для мужчины. И за это удовольствие она чувствует, что она мужчиной может управлять, манипулировать. Ну вот это, скажем так, ее описание внутренних ценностей в жизни, ее системы. При этом она чем старше будет становиться, тем будет больше с удивлением понимать, что мужчины не видят этой ее системы ценностей и, скажем так, не спешат попасть к ней под управление. Потому что та планета, которая управляет ее потенциальным мужем, находится ни в каких отношениях с планетами ее. Совсем скоро мы узнаем, в какую из комнат постучится наш жених. Оставайтесь с нами. Первый вариант, мне кажется, самый отличный, первый вариант. Забота, забота. Да нет, одинаковые, оба легкие на подъемы. Первый вариант и все. Второй нет, потому что высокая, потому что, ну, понятно, дети там туда-сюда. Да, и третий вариант. Третий политолог, я знаю, что скажу. Третий политолог, обидно за Россию. Обидно. И тебе это придется все хавать. Да. Первый вариант и все, Лен. Алексей? По всем эмоциям, вообще, в принципе, каждая девушка очень яркая. У каждой внутренний мир свой определенный. Скажите, ну, не из-за того, что посадила в кресло, укрыла пледом, почесала, обняла, нет? Ну, это больше цепляет, чем Красная площадь, например, вот. Хорошо, а я думаю, что Виолетта это услышит. Правда. Хочешь, чтобы тебя любили, люби сама. Ну, понятно, когда вы с таким посылом и к вам. Молодец, правильно, очень точно все Женя рассчитала. Не, ну, я понимаю, конечно, Леш, когда тебе 31, и тебе кажется, что у тебя все впереди. Красная площадь не цепляет, ну, наверное, к Евгении. А когда уже 40, то очень даже цепляет. И чаще всего именно недвижимость движет нашими чувствами в сторону любви и всего остального. Поэтому, ну, я бы подумала про недвижимость и про 40 лет. А что после 40 еще 50 будет? Виолетта, конечно. А звезды подсказывают? А звезды подсказывают, что вам необходима женщина огненной или воздушной стихии. Сегодня у нас есть воздушная Евгения и воздушная Екатерина. Но, правда, в гороскопе Екатерины, если пристально его рассмотреть, гораздо больше земли. Она гораздо больше практика, она гораздо более меркантильна, чем это требуется для отношений с вами. Поэтому остается Евгения. Он как мужчина не мое все-таки. А если зайдет за тобой, выйдешь за ним? Вряд ли. А я, ребят, не могу вас понять. Вот пришел человек и говорит, хочу ласковую серву. Я долго думала, кто она, какая. Это же Екатерина, красавица. Чтобы мужчины смотрели ей вслед. Мягкая женственная, чтобы хорошо готовила. Принесла потрясающий пирог. Почему вдруг нарисовалась Евгения? Я просто не понимаю. Екатерина, вот она взяла пледом ее и укрыла. Но в ней сервы нет ни одного грамма объекта Екатерины есть. А мужа разлюбила и бросила. Хорошо, у вас есть несколько шагов для того, чтобы подумать, правильное вы решение приняли или нет. Вы можете передумать, зайти в одну из этих комнат, либо никому. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Ксении, 37 лет, номер 3072. Руководитель отдела продаж в рекламной компании. Любит ходить в клубы и читать эзотерическую литературу. Ищет молодого, заводного и красивого мужчину, которому подарит свое сердце и свой дом. Евгения, 29 лет, номер 3077. Бухгалтер в стоматологической клинике. Воспитывает маленького сына, пишет картины, любит фотографировать и очень хорошо готовит. Педантичный и чистоплодный. Мечтает выйти замуж за сильного и надежного мужчину, который не будет врать и плакать. Мы не знаем, выйдет Алексей один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти, чтобы его поддержать. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! 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 Здравствуйте! Женя, подумай. У нас есть пара Алексей и Евгения. Если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала и становитесь участником нашей программы. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-семенингероя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. Удачи, ребята. Я поругался с матерью настолько сильно, что даже поднял руку на мать. Мне хочется и плакать, и убить вас, понимаете? Мне хочется вас бить головой вот об это стекло и жалеть вас, и пережимать к себе. Я прошу тебя прости, если сможешь, за то, что я сделал, за то, что я всю жизнь совершал. Это если уже сравнить, это была бездность, которой, ну, не было света. И там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу.